МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году такой площадкой стала новая школа в 21-м микрорайоне Гомеля. Первые бойцы из дорожно-строительного техникума трудились тут весной. Сейчас их сменили студенты факультета промышленно-гражданского строительства Белгута. Десять ребят работают полный рабочий день, пять дней в неделю. Занимаются устройством насыпных полов, укладывают тротуарную плитку, выполняют погрузочно-разгрузочные работы. Отлично, что мы смотрим на опыт технологии строительного производства, можно сказать, от первого лица. Это очень познавательно и полезно. Получаем первый опыт производственной практики. Это очень поможет нам, как будущим специалистам. Настройки отличные прорабы, мастера. Они подсказывают, рассказывают про конструкции, про технологию. Очень познавательно и интересно. Парни не только оттачивают навыки будущей профессии, но и присматриваются к работодателю. На третьем курсе говорят, уже пора думать о вариантах трудоустройства. Многие работники строительного треста номер 14 и сами в прошлом – выпускники Белгута. Поэтому с вниманием относятся к студентам, стараются помочь и подсказать. Вспоминают, в свое время сами начинали именно со строя отрядов. Мы ударно трудились. Это были самые золотые годы. Вносили тоже свой вклад как студенты в значимые объекты. И проезжая мимо них, с гордостью ощущаешь, что здесь и моя частичка есть. Ребята не брошены, мы их поддерживаем. Постоянно общаемся, узнаем их трудности, какие-то проблемы, может предложения. И все эти вопросы решаются в рабочем порядке, проблемные, берутся на контроль. А это уже Гомельский мясокомбинат. Бойцы производственного отряда «Труженик» из ГГУ имени Франциска Скорины работают упаковщиками продукции. Они учатся на разных факультетах. Но их объединило желание не тратить в пустую месяцы летних каникул. «Труженик» будет помогать предприятию вплоть до начала учебного года. Я захотела что-то новенькое, я активистка, поэтому самое главное – это то, что ответственность идет. Я должна за всех, как сказать, в ответе. Если они меня попрощат, то я должна буду им помочь. Сельскохозяйственные предприятия в летний сезон тоже не отказываются от желающих подработать. К СУБ «Брелева» на консервации «Горошка» сейчас работают сразу два отряда. Учащиеся колледжи Центрального района Гомеля и студентов Технического университета имени Павла Сухова. Они стараются, мы их стажируем предварительно, и поэтому не отстают от наших профессиональных рабочих. И помогают нам. Это каждый сезон у нас так получается. Спасибо им большое. Студенты ГГУ имени Франциска Скорина второй купальный сезон несут службу в акватории пляжа Гомеля. График работает два дня по 8 часов и выходной. За это парни получают около 400 рублей в месяц. Предварительно все они проходят специальную подготовку и сдают экзамен. Говорят, в этой работе самый необходимый навык – умение быть убедительным. Сложности в том, что очень много приходит с детьми, а дети, как вы знаете, непослушные. Они не слушают ни родителей, но нас вот на самом деле они слушают. Также сложности в том, что много приходит с животными, нам приходится говорить, что нельзя. И, к сожалению, есть люди, которые приходят со спиртными напитками. Приходится тоже им объяснять, что так не положено. К сожалению, этим летом не получилось направить отряды на работу в Подмосковье и на Черноморское побережье. Вместе с тем выездные команды поехали в Минск. Впервые гомельчане работают на столичном Атланте. В производственных командах из пяти учреждений образования практически 70 – юношей и девушек, которые прошли строгий конкурсный отбор. Всего в Гомельской области территориальными комитетами БРСМ подписано 250 договоров на трудовую занятость в составе студотрядов различного профиля. Это более чем 2500 рабочих мест. При этом количество желающих подработать летом превысило 3600 человек. И эта цифра растет. Анна Коральчук, Андрей Иванов. Новости недели.